Добрый день, друзья! Доброе утро! Добрый день! Начинаем наш вебинар по теме национального проекта «Жилье и городская среда». Я приветствую всех участников вебинара, я благодарю всех, кто присоединяется и призываю присоединяться к нашему вебинару, задавать вопросы. Коллеги, давайте будем активными, пожалуйста, не стесняйтесь, формулируйте то, что на данный момент вас, как говорится, волнует. Давайте я дам некоторую общую информацию сейчас по статусу проекта, что мы на данный момент имеем, и прокомментирую те вопросы и предложения, которые к нам уже поступили. Я благодарна тем субъектам, муниципалитетам, которые проявили активность и откликнулись и дали нам обратную связь по предложениям, о которых мы говорили с вами на селекторе 2 октября, и сформулировали свои вопросы, которые у вас есть. Потому что, друзья, вот опять же, по опыту прошлых годов реализации проекта, если у вас есть вопросы, если вы их задаете, это означает, что вы темой занимаетесь. Очень хороший сигнал для нас о том, что вы действительно занимаетесь темой так, как нужно заниматься, глубоко в нее погружаетесь, это те вопросы, которые вы нам задаете. Потому что, как только начинаешь в это все погружаться, очевидно, сразу возникают вопросы. Когда нет вопросов, ну, друзья, это значит, что, к сожалению, вывод, что мы не так плотно занимаемся темой, как хотела. Поэтому еще раз благодарю всех, кто проявил активную позицию и направил в наш адрес свои предложения, замечания и задал вопросы. Теперь давайте по статусу. У нас, как мы говорили ранее, паспорт национального проекта «Жилье и городская среда» был рассмотрен и утвержден на Президиуме Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. У нас вчера, буквально к вечеру, поступили эти утвержденные редакции паспортов. Мы их разместили сегодня с утра в чат. Причем, сразу скажу, что мы разместили паспорт проекта «Жилье и городская среда». И, друзья, паспорт проекта «Экология». В нем тоже есть две темы, по которым ответственным является Министерство России. Сразу скажу, что тему экологии мы сегодня обсуждать не будем, поэтому просьбы вопросов не задавать пока. Но точно мы по экологии проведем отдельный вебинар по нашим проектам. Я думаю, что в ближайшее время мы об этом сообщим. Пока изучайте паспорт, смотрите, сформулируйте свои вопросы. Теперь, это наш национальный проект. Теперь, то, что касается федеральных проектов. Проекты паспорта федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» был направлен в ваш адрес. Напомню, 15 августа 2018 года. В дополнение потом к этим материалам 14 сентября в ваш адрес было направлено уточненное распределение. И уточненная региональная часть. Это было связано с уточнением позиции Минфина о том, как именно необходимо осуществлять распределение денег по федеральному проекту «Городская среда». Поэтому сейчас, естественно, мы от вас ждем, от тех, кто еще не представил ответ на это распределение. Вот мы об этом тоже говорили, 2 октября. И на данном этапе мы осуществляем доработку паспорта федерального проекта. У нас 8 октября состоялось совместное заседание общественно-делового совета и экспертной группы по национальному проекту «Жилье и городская среда», где мы как раз рассматривали все федеральные паспорта, в том числе и наш паспорт. С учетом этого мы сейчас, как я сказала, будем дорабатывать этот документ и надеемся, что на следующей неделе, наверное, где-то 15-16-го, в ваш адрес мы уже направим доработанный паспорт для того, чтобы вы тоже могли это посмотреть. Сразу скажу, что каких-то особых кардинальных изменений в этом паспорте нет, потому что перечень мероприятий, перечень параметров, которые мы вам ранее озвучивали, он сохраняется. Там будут лишь отдельные уточнения, не концептуальные, не принципиальные, уточнения по, например, форме документа. Ранее у нас, например, методика индекса качества городской среды предполагалась принятие отдельного закона о наделении правительства такими полномочиями. Сейчас проработали вопрос, что мы сможем это сделать без закона, там только будет, например, акт правительства, будет в жизни по методике. Ну и так далее. Какие-то уточнения по срокам реализации мероприятий. Вот концептуальный переворот в перечне мероприятий у нас по паспортам не будет. Поэтому в этом плане, ну, сука, это достаточно стабильно. И тот паспорт, который мы вам изначально отправили, он, в общем, свою основу сохраняет. Следовательно, ваша задача будет до конца этого года утвердить свои региональные паспорта. Да, но вы должны будете нам не позднее, чем за 10 дней до предполагаемой даты утверждения паспорта, ну, так сформулированных методов указания аппарата правительства по подготовке региональной части, направить нам этот документ. Единственное, мы просим вас делать это заранее. И для того, чтобы и вы там потом в последний момент все это не делали, так скажем, в истеричном состоянии, мы тоже здесь смогли посмотреть внимательно ваши документы, дать вам качественную обратную связь. Поэтому просьба тогда вот здесь, как только вы получите наши доработанные федеральные паспорта, просьба сразу на местах заняться подготовкой своих региональных паспортов. Я думаю, что, наверное, коллеги, мы сможем даже в рабочем порядке смотреть эти документы, то есть совершенно не обязательно нам отправлять какие-то официальные письма. Вот здесь наш адрес, на который вы отправляете всю информацию, всю отчетную информацию. Давайте договоримся, и вот коллеги здесь все мои, здесь и проектная дирекция здесь, что мы в рабочем порядке смотрим ваши документы, в рабочем порядке даем вам обратную связь по проекту паспорта, что так, что не так, но оперативно в этом плане взаимодействуем. То есть не увлекаемся особо официальной перепиской. Когда мы с вами отработаем в рабочем порядке документ, вот тогда можно уже тот документ, который мы с вами отработали, уже отправлять нам официальное письмо, мы вам официально, соответственно, ответим, что все нормально, паспорт согласовывается. Это, наверное, то, что касается у нас организации работы по региональной составляющей. Коллеги, сразу скажу следующий момент. Очень часто при подготовке позиций, ваших позиций по региональной составляющей, вы ставите вопрос, задаете его и обозначаете, что вам не хватает тех денег, которые вам распределены на данный момент на благоустройство объектов, включенных в программу. Коллеги, друзья, но здесь мы с вами отталкиваемся от двух параметров. Во-первых, все-таки, и давайте будем реалистами, от того, какой объем денег выделен был на реализацию этого проекта. То есть мы с вами, как сказал наш министр на заседании, сколько песен, столько и денег. Поэтому, да, коллеги, но это так. Но при этом, напомню, что мы с вами все время говорили, еще и в рамках реализации проекта по 2017 году, что, безусловно, тех федеральных денег, которые выделяются на благоустройство дворовых пространств, естественно, не хватит на то количество объектов, которые у нас с вами есть и которые нуждаются в таком благоустройстве. Это правда. И никто никогда не ставил задачу за счет федеральных или там даже региональных денег выполнить все благоустройство по стране. Поэтому вы должны на своих территориях работать над дополнительными источниками финансирования этих мероприятий. Это и средства граждан, это и средства внебюджетные, это дополнительные инвестиционные проекты в этой части. Поэтому, коллеги, здесь это необходимо делать. Плюс вопрос синхронизации с мероприятиями, которые у вас уже реализуются на территории региона муниципалитета. Вот тут как бы перед всеми нами стоит одна общая задача, да, искать эти дополнительные источники для того, чтобы выполнить поставленную задачу. Поэтому, к сожалению, пока вопрос о том, чтобы выделить дополнительные деньги тому или иному субъекту в индивидуальном порядке, у нас, мы на этот вопрос вам положительно ответить не можем. Но при этом, опять же, Андрей Владимирович об этом говорил на селекторе 2 октября. С учетом того, что мы вводим с 2020 года такие коэффициенты, которые будут влиять на размер субсидий, получаемые вами в рамках проекта. Это индекс качества городской среды и степень реализации и выполнения мероприятий по цивилизации городского хозяйства. То есть у вас есть возможность получить большее количество средств в том случае, если вы успешно справляетесь с поставленной задачей, достигаете необходимых значений и даже их перевыполняете. То есть этот механизм стимулирования тех, кто решает поставленную задачу не только в рамках норматива, но и сверху, этот механизм сейчас будет заложен в обновленные правила субсидирования государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды. А теперь, на что бы я еще хотела обратить внимание? Очень много вопросов, но я даже, наверное, уже больше перейду к вопросам, которые звучали от вас. Очень много вопросов по методике индекса качества городской среды, которая станет, опять же, с 2020 года, как я и сказала, одним из инструментов управления объемом денег, которые мы отправляем в субъекты на реализацию этого проекта. У нас методика в настоящий момент существует, и вы уже по этой методике тоже в предварительную оценку мы делали населенных пунктов, и вы эту информацию нам предоставляли. Поэтому сейчас эта методика будет уточнена, но хочу сказать, что в базе своей по индикаторам, которые там есть, она сохранится. Она, в общем-то, прошла свою практическую такую апробацию. Вот мы видим и слышим ваши вопросы в части нее и понимаем, что нам нужно уже доработать. Ну, прежде всего, вопросы с точки зрения большей открытости и прозрачности описания того, как получается тот или иной результат по методике. Как мы считаем ту цифру, которая в итоге получается применительно к населенному пункту и потом к субъекту. То есть мы в уточненной методике подробно постараемся описать вот этот весь алгоритм, чтобы для вас он был максимально понятен и открыт. У нас было совещание буквально вчера у министра по данному вопросу, и, естественно, мы сейчас, доработав методику, с вами ее еще раз обсудим. То есть мы проект этой методики разместим для обсуждения, точно так же попросим от вас обратной связи. То есть все ли понятно, непонятно, какие еще вопросы остались, вопросы по индикаторам, если будут. То есть у вас будет возможность поучаствовать достаточно активно в этом процессе выработки той методики, которая станет в будущем одним из существенных критериев оценки вашей работы и определения объема денег, которые вы можете получить. Были вопросы о том, как мы сможем оценивать по этой методике, условно говоря, начиная с 2019 года, если ее пока нет, и, соответственно, вроде бы как говорить-то не о чем. Друзья, напомню, что у нас, поскольку у нас все-таки период реализации проекта 19-24 год, то, естественно, нам надо с вами уже в 2019 году получить первые результаты оценки состояния горсреды по этой методике. И это вполне по силам сделать, то есть у нас по проекту методика должна быть утверждена не позднее 1 марта 2019 года, и эту оценку, первую оценку мы планируем сделать не позднее августа, сентября 2019 года. Поэтому у нас уже с вами будут результаты, понятно, мы будем оценивать те базовые показатели, которые нам с вами удалось достичь, условно, в 2017-2018 годах реализации проекта. И я хочу обратить внимание, что вопрос, как говорится, денег, с учетом этих индикаторов, он будет уже как раз с 2020 года иметь значение. То есть не в 2019 году, сейчас у нас все с вами сохраняется так, как вот есть, как мы вам довели эти деньги, а именно с 2020 года по результатам оценки уже 2019 года. Поэтому здесь на этот счет, скажем так, у вас не должно быть переживаний, что в 2019 году мы начнем уже вам какие-то деньги резать, посмотрев ваш индекс. Нет, друзья, это у нас будет с вами первая оценка, и дальше уже именно с 2020 года применяться будет этот индикатор. Следующий момент, тоже как блок вопросов, который достаточно много звучал, это тема по рейтинговому голосованию. У нас в национальном проекте с вами предусмотрена ежегодная корректировка и актуализация программ, в том числе по результатам рейтингового голосования. Вот эта процедура, друзья, будет обязательной, потому что рейтинговое голосование в данном случае это как инструмент, как механизм или инструмент вовлечения граждан в решение вопросов городского развития. А я напомню, что создание такого механизма и максимальное вовлечение граждан в этот процесс, это у нас с вами задача, поставленная указом президента 7 мая номер 204. Вот, по сути, указ, он наших национальных проектов. Единственное, сразу уточню, вот спасибо коллегам, которые давали, ну, некие, что ли, подсказки, уточнения, что с точки зрения рейтингового голосования, как они видят регламентирование этого процесса. Ну, во-первых, мы на федеральном уровне правила субсидирования вынесем, вот это правило необходимости проведения такого голосования и дадим, ну, наверное, такие, как бы, максимальный там набор, вернее так, минимальный набор тех параметров, которые вам необходимо будет соблюсти при проведении рейтингового голосования. Там, условно говоря, периодичность, категория участников и, там, предмет, да, что является предметом голосования. А вот уже дальше, ну, и, видимо, по срокам, да, потому что нам надо с вами, чтобы это было единообразно, по стране проходило. Вот, а дальше уже всю процедуру, уже более подробно процедуру проведения этого голосования, планируется, что эта процедура должна быть утверждена на уровне региона, регионального нормативно-правового акта. И чтобы у вас на территории региона тоже это проходило в единообразной форме. Я думаю, что вот были вопросы с точки зрения численности муниципалитетов, где оно обязательно, где нет. Я думаю, что мы, наверное, пойдем по тому же пути, по которому и в этом году шли, да, то есть у нас с вами были муниципалитеты, для которых эта процедура была обязательной, и муниципалитеты, для которых не обязательно мы отдаем на усмотрение самим регионам, проводить это рейтинговое голосование или нет. Я думаю, что этот подход мы тоже оставим. Были вопросы по рейтинговому о том, что зачем его проводить в 2019 году, если мы в этом году уже голосовали по объектам 2018-2019 года. Друзья, если вы проголосовали по объектам 2019 года, очень здорово, хорошо. Вот, значит, в 2019 году вы будете голосовать по объектам 2020 года, в будущих периодах. То есть не обязательно, не нужно, естественно, переголосовывать те результаты 2019 года, которые вы получили в марте этого года. Такой задачи, коллеги, нет. Поэтому просьба вот тоже как бы на это обратить внимание. Так, да, был еще вопрос, возможно ли предусмотреть проведение голосования только для общественных территорий. Друзья, ну на самом деле это именно для общественных территорий. Понятно, что дворы мы с вами на рейтинговом голосовании не голосуем. Мы их в этом году не голосовали и вообще не собираемся ставить перед вами такую задачу и в рамках будущего проекта. Конечно, голосуются общественные территории. А по дворовым территориям у вас, по сути, реализуется тот механизм, который есть у вас сейчас. Если помните, мы вас призывали и в этом году максимально быстро сформировать программы в части дворовых территорий, не дожидаясь никакого рейтингового голосования и начать по ним работать. Друзья, этот тезис, он абсолютно сохраняется на весь период. То есть дворы на рейтинговом голосовании не голосуются. И смотрите, был вопрос, опять же, можно ли отдать на муниципалитеты определение формата голосования. Коллеги, на наш взгляд, все-таки это не целесообразно. На региональном уровне должна быть определена единая процедура, по которой должно происходить это голосование. Это важно ведь еще и для того, чтобы мы с вами все одинаково понимали, в том числе и по стране. А как у нас это происходит, вот, и насколько вот те результаты, которые мы получаем, они действительно там объективны, достоверны, легитимны. Поэтому, конечно, вот, ну такой разношерстицы, наверное, нельзя допускать. То есть мы вам на федеральном уровне минимальные требования формируем, дальше вы на региональном уровне, которые для нас важны, дальше вы на региональном уровне эту процедуру формируете сами. Тем более опыт у вас в подготовке и формировании, формулировании таких процедур уже существует. Так, вот, чтобы закончить тему с рейтинговым, Лен, у нас есть что-нибудь из текущих вопросов по рейтинговому, из того, что я не озвучила? Или, может быть, коллеги... В чём-то того, что они могут голосовать программу 2020 года, а также можно выбирать дизайн-проекты, мероприятия, наполнение как раз мероприятий, которые будут реализовываться на территории. То есть если выбрано у нас общественное пространство, на 19-й год мы можем провести рейтинговое голосование по отбору, набор мероприятий, которые будут происходить на данной территории. Потому что не везде есть дизайн-проект, не везде есть понимание о том, что будет делаться эта общественная территория, и это было бы целесообразно провести в рамках рейтингового голосования, потому что не переголосовывая сами программы и сами объекты в дальнейшей программе. Да, вот здесь у нас, коллеги, аналогичный вопрос поступает в чате. Курская область также спрашивает, если рейтинговое голосование затрагивает трёхлетний период, то новое рейтинговое голосование должно поменять уже ранее, пройдённое, ранее, то, скажем, в самом деле. Да, общий подход и принцип. Естественно, если вы это проголосовали уже в 2018 году, переголосовывать не нужно. Ну, то есть вы уже людям один раз как бы пообещали и приняли соответствующие программы, следовательно, естественно, это должно быть выполнено. Мы обязательно об этом моменте скажем в акте правительства, то есть чтобы у вас тоже была здесь подстраховка тех решений, которые вы уже приняли по итогам проведённой процедуры, мы обязательно в акте правительства, вот в изменениях правилов субсидирования эти моменты обязательно отразим, чтобы здесь вот чётко все одинаково понимали. В том числе и контрольно-надзорные органы, которые, понятно, потом будут проверять вас на предмет соблюдения требований исполнения национального проекта, федерального проекта. Коллеги Зарзамас говорит, что сложно привлечь граждан на обычные выборы. Коллеги, активно, пожалуйста, пользуйтесь онлайн различными системами, то есть не обязательно организовывать собирательные участки и так далее. Посмотрите, например, города Москвы, которые по доброделу активно проводят мероприятия и граждане выбирают и общественные территории, и дизайн-проекты и так далее. Подумайте именно о том, чтобы ваши сайты, о которых мы уже говорили уже второй год, активно работали именно с точки зрения проведения онлайн-голосования жителей. Да, очень, как бы, спасибо, Лена Викторовна, действительно, очень, как бы, правильное такое, как бы, пояснение, потому что, друзья, речь не идет о том, что рейтинговые голосования, это исключительно, вот, ножками пришли на участок и что-то там выбрали. Это был формат 18-го года, потому что, ну, это был первый опыт, это было совмещение мероприятий, это было целесообразно, друзья. Вот, поэтому дальше, как бы, уточняйте и для себя самих определяйте эти процедуры. Но, безусловно, коллеги, безусловно, если, ну, на наш взгляд, у нас с вами есть единые дни голосования, если у вас какие-то выборы происходят на территории региона, муниципалитета в этот период, ну, опять же, конечно, целесообразно эти, как бы, мероприятия совмещают, ну, просто с точки зрения оптимизации ресурсов, сил и так далее. Если, конечно, у вас никаких выборов нет, устраивать специально для этого, вот, единый день, как бы, этого не следует. Смотрите сами, вы здесь должны сами сориентироваться и посмотреть по ситуации. И, безусловно, вот о чем мы говорили, развитие онлайн-сервисов привлечения или вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, оно тоже, как бы, это не надо, этим надо активно пользоваться и развивать эти сервисы на ваших территориях. Кроме того, это станет отдельным индикатором индекса качества городской среды, как раз применение онлайн-платформ и количества доли граждан, которые принимают решение по развитию комфортной городской среды с посредством онлайн-платформ. Поэтому мы вас всячески стимулируем к тому, чтобы заниматься этим вопросом. Так, что-то у нас еще. Ну, друзья, вот пока из того, что мы по рейтингу, по голосованию вроде как все, да? Индекс. Ну, здесь прошу, можно ли в небольших муниципальных образованиях проводить анкетирование и опросы, конечно, можно. Да, друзья, я думаю, что мы обязательно, вот у нас в этом году были такие, ну, так называемые рекомендации по организации голосования. Я думаю, что мы сделаем такие же рекомендации по форматам, по инструментам, по механизмам, да? Как это можно сделать у вас, какие есть варианты. И эти рекомендации, наше видение мы донесем, да? Я напомню, что у нас в этом году было такое большое информационное письмо, где мы вам рассказывали о том, что это за процедура, какие там возможные варианты, какие форматы. Я думаю, что мы сделаем то же самое, но в том числе с учетом опыта, которые получили сейчас сами, которые от вас услышим, да? То есть сделаем тоже такие, как бы, методический документ, который вам будет в помощь, в том числе при подготовке, ну, и своих региональных документов и в организации, собственно, самого процесса рейтингового голосования. У нас по проекту, друзья, срок проведения рейтингового голосования. У нас с вами по проекту предельный срок для актуализации программ, подчеркиваю, предельный срок, то есть можно и раньше. Это 1 марта 2019 года. Это предельный срок для актуализации программ. То есть вот когда вы уже все, сформировали программу, сформировали для себя план действий. Естественно, вы это сможете сделать и ранее, эти процессы все провести. Что-то было по индексу. По индексу, да. Можно сказать, что это не просто инструмент оценки муниципальных образований, а это инструмент как раз принятия решений муниципального образования для того, что они должны реализовываться в своем городе. То есть мы не только оценим и с учетом этой оценки распределим субсидии по региону Российской Федерации, а мы как раз будем указывать на те проблемы, которые в тех или иных городах происходят, на что нужно обратить внимание при реализации программ формирования комфортной городской среды. Так как он комплексный, показывает проблемы и на зелененных территориях, и в жилых районах, и в общественных делах. Поэтому нужно к индексу относиться не только как к такому бонусу по распределению субсидий, а как к инструменту, который позволит вам еще раз проанализировать свой город, определить проблемные точки и уже дальше работать с ними более предметно. Да, совершенно верно. Но я думаю, что мы по индексу, друзья, с вами посмотрим, когда у нас сейчас уточнится методика, мы ее разместим, получим от вас обратку, и поймем, да, если действительно будет очень много вопросов, будет непонимание, мы поймем, что вот что-то не так, да, то я думаю, что даже будет целесообразно провести отдельный вебинар с вами по этой методике, и более подробно ее, как говорится, разобрать по индикаторам, по косточкам, по методологии оценки. То есть однозначно, если будет такой запрос, то мы это обязательно сделаем. Тут можно, значит, в чате очень странный вопрос от Владимирской области по поводу того, о реквизитной методике, коллеги, мы говорим о методике, которая была утверждена еще в октябре прошлого года, наша старая методика, которая будет корректироваться. Приказ Минстроя 31 октября 2017 года, номер 1497, 494 ПР. Этот документ размещен на сайте нашего, на сайте город Среда, посмотрите, пожалуйста. Кстати, если вы можете и по этому документу, условно там, не дожидаясь доработанного, уже можете к этому документу еще раз отнестись и направить свои предложения, пожелания, замечания, чтобы мы уже, может быть, в рамках доработки документа смогли на это среагировать. Потому что, еще раз подчеркиваю, как бы основа этой методики, она сохранится, потому что это, в общем-то, выверенная основа, это основа, соответствующая международному опыту, это основа, которая соответствует уже нашей отечественной практике благоустройства. Поэтому, друзья, посмотрите еще раз на эту методику, и если есть желание, мы будем этому очень рады, пожалуйста, тогда дайте по ней обраточку, и мы сможем сразу вот эти вопросы всем учесть при доработке методики, вот то, что мы делаем сейчас. Так, Лена Викторовна, чем-то там есть еще интересного? Тогда пока, Лена Викторовна, у нас вопросы из чата. Спасибо. Давайте пойдем дальше. Значит, смотрите, друзья, было много вопросов, но, я так понимаю, это было связано с нашими предложениями, с обращением к вам, с просьбой дать обратную связь на предложение по корректировке правил расходования и использования средств субсидии. Было много вопросов, связанных с получателями этой субсидии. Коллеги, действительно, было такое предложение ограничить круг получателей именно федеральной части субсидий определенными муниципальными органами, но вот по итогам обсуждения этих предложений на уровне уже и с участием депутатов, и с участием экспертного сообщества, в общем-то, принято решение, что мы не будем ограничивать возможность направления федеральной субсидии тем или иным муниципалитетом, да, то есть вы будете как и сейчас сами определять этот перечень, но с учетом того обязательного перечня, который будет прописан в правилах субсидирования. Ну, на самом деле, ровно то, что есть у нас с вами сейчас уже в правилах. Я напомню, что у нас там с вами обязательными получателями являются административные центры, моногорода, исторические поселения. Здесь, скорее всего, добавится еще одна категория обязательных получателей. Это муниципальные образования, которые были финалистами всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, но не победители. С учетом того, что у них уже есть готовые проекты, достаточно проработанные, полагаем, необходимым эти проекты поддерживать. И это и для вас тоже будут, уважаемые региональные коллеги, такой, в общем-то, хорошей помощью, потому что перед вами опять же ставится задача о том, что проекты, которые вы делаете, они должны быть комплексными, они должны быть современными, инновационными. Вот проекты-финалисты у нас, в общем, в максимальной степени этим критериям соответствуют. Поэтому добавится еще одна категория получателей. Не будем выводить ограничения с точки зрения населенный пункт город-не город, там больше тысячи или меньше тысячи. То есть перечень этот сохранится. То есть у вас сохраняется право направления субсидий в населенные пункты с численностью тысячи и более человек, которые не являются городами. То есть то, что в те муниципалитеты, в которых сейчас у вас уже приняты муниципальные программы формирования комфортной городской среды на 18-22 год. Да, кстати, коллеги, мы с вами говорили об актуализации программы. Я вот просто хотела обратить ваше внимание, что с учетом того, что у нас программы с вами принимались в 2022 году, обратите внимание, что в 2019 году у вас программы будут актуализированы, должны быть актуализированы еще и с точки зрения их продления до 2024 года. То есть вы должны будете сформировать свои планы благоустройства до 2024 года. С учетом того, что проект у нас реализуется как раз в этот период до 2024 года. Вот этот момент, обратите внимание, что у вас, по сути, вы должны будете их доформировать вот на эти там 2023-2024 год. Сразу вопросу по поводу актуализации программ. Здесь поступают вопросы от регионов, достаточно часто и на телефоне. По телефону звоните, уточняйте. То есть те показатели, которые мы сейчас в федеральном проекте, в разъезде регионов указали, выбрали, исходя из ваших утвержденных государств, муниципальных программ, вопрос Хабаровского края. Подскажите, пожалуйста, мы направляли показатели на корректировку в соответствии с финансированием, которое нам предложено от внутрой России. Будут ли наши показатели учтены? Мы говорим о том, что количество дворовых общихıyorок не от объема финансирования. Да, коллеги, мы на это обращаем внимание. То есть количество ставится, количество объектов, подлежащих благоустройству, ставится не от объема финансирования. И мы, когда формировали программы, тоже будем честными, ставили не от объема финансирования. Поэтому, безусловно, корректировка это возможно, но, друзья, в любом случае это должно быть у вас проведено по процедуре, по процедуре у вас должно пройти обсуждение проект изменений в эту программу, обсуждения общественные. Вы должны это сначала будете утвердить в установленном порядке, ну, какой у кого процедура, кто на каком уровне утверждает на уровне какого акта, и потом сообщить нам и указать причины, по которым вы внесли эти изменения. Потому что, ну, друзья, опять же, когда мы с вами утверждали программы, в том числе по итогам общественных обсуждений рейтингов, голосования, мы с вами брали определенные обязательства перед ними. И теперь просто отказываться от этих обязательств, мотивируя тем, что у нас нет денег, ну, просто невозможно. С учетом того, что это стала, эта задача создания качественных, комфортных условий проживания стала национальной целью, национальной задачей. Поэтому, да, и объемы финансирования у нас с вами, опять же, давайте быть честными, на эту задачу увеличились. И увеличились, ну, скажем так, прилично. То есть, да, в следующем году у нас с вами плюс 15 миллиардов, и последующие годы там по плюс 13, по 14 миллиардов. Поэтому, друзья, давайте очень внимательно подходить к этому вопросу. И вот просто так принимать от вас корректировки, и если это будет исключительно у вас тема денег, вот, ну, сразу скажу, такие корректировки мы принимать не будем и не сможем такие корректировки принять. Нам все вместе с вами нужно искать варианты, возможности решения этой задачи. Да, это непросто, но, как бы, именно поэтому такая непростая задача становится национальной целью. Над ней работают все, все уровни власти. Федеральный, региональный, муниципальный и сами люди, общество, друзья. Вот, поэтому давайте вот, как бы, все к этому таким образом относиться. А не относиться с точки зрения, хватит нам денег или нет. При этом, нужно не забывать, что у нас в правилах распределения в постановлении правительства говорилось о том, что все нуждающиеся в благоустройстве общественные пространства и дворовые территории должны быть включены в программу и должны быть благоустроены. Это было условием предоставления финансирования из федерального бюджета. То есть сейчас говорит о том, что мы эти пространства вдруг стали благоустроенными и не нуждающимися благоустроить. Поэтому, да, уважаемые друзья, давайте, как бы, сразу честно об этом вам говорим, что все изменения, которые вы нам даете, естественно, если это прежде всего в меньшую сторону, то есть вы сокращаете количество объектов, мы будем смотреть просто вот под лупой каждого. Потому что сейчас это уже, как бы, совершенно другой уровень той задачи и ответственности, которую мы с вами вместе внесем перед обществом, перед людьми, которым обещали. И к 2018 году, коллеги, нам очень часто приходят обращения о том, что просят скорректировать количество дворовых территорий, количество общественных территорий по 2018 году. Здесь такая же аналогичная ситуация. Если у вас меняется количество объектов, вы, во-первых, для того, чтобы применять, это должно быть у вас в муниципальной программе, потому что проверки, в том числе по итогам 2017 года, 2018 года, говорят о том, что федеральное казначейство, счетная палата проверяют, что у вас в муниципальных программах, какое количество, на какое количество у вас были заключены договоры, какие работы вы проводили. Поэтому просто так взять и поменять количество объектов нельзя. Если вы вносите изменения в количество общественных территорий и дворовых территорий, вы должны вносить изменения в муниципальные программы по всем тем правилам, по которым вы эти программы принимались, то есть с учетом общественного обсуждения и так далее. Да, и, друзья, тоже обратите внимание, когда, раз уж мы вот, ну, чтобы тему с актуализацией программ, с корректировкой в развитии этой темы, надо понимать, что у нас с вами сейчас, по вашей информации, спасибо, что вы об этом честно сказали, у нас с вами по итогам инвентаризации объектов гораздо больше, чем те, которые включены в программы, там, в среднем, грубо говоря, 30%, что по дворам, что по общественным пространствам у нас с вами в программы не попало. И здесь тоже это тема для, как бы, проработки, для актуализации, потому что, опять же, та задача, которая была поставлена при запуске проекта по формированию комфортной городской среды в 2017 году, о том, что мы с вами должны были в пятилетний период привести, навести порядок на своих территориях, хотя бы тот минимальный порядок, да, необходимое санитарно-эпидемиологическое благополучие, элементарную эстетику сделать, да, двор, вернее, свет, асфальт, но вот эта задача не снимается, поэтому мы, естественно, когда будем с вами работать по программам, мы будем вам задавать вопрос, друзья, а что у нас с объектами, которые не вошли в программу, но которые были выявлены вами после инвентаризации? Пожалуйста, при актуализации программ этот момент учитывайте, потому что таких объектов остаться не должно. Друзья, этот вопрос находится на контроле в том числе и у партии «Единая Россия», потому что я напомню, что коллеги тоже ведут свой мониторинг в этой части, и они через свои региональные отделения имеют информацию по каждому субъекту о том, о какой процент в итоге вошел в программы, а какой остался пока за бортом. Поэтому, пожалуйста, при актуализации программ этот момент обязательно учитывайте. Так, друзья, ну вот что-то у нас идет, какие-то вопросы идут еще, смотрю, и в чат ЖКХ меняется. Молодцы, что используете максимальное количество каналов связи, поэтому благодарны за это отдельно. Давайте тогда я сейчас отвечу на вопросы, которые были, вот еще, вот помимо, сейчас расширим тему, да. Первое было, первый был вопрос еще о том, что через какую систему мы будем мониторить реализацию программ. У нас это есть и в федеральном проекте, и в национальном проекте. Друзья, мы будем мониторить реализацию программ через ГИС ЖКХ. Друзья, мы с вами много бьемся с этой системой, мы призываем вас и убедительно призываем вас работать в системе активно, размещать там информацию, поэтому эта задача не снимается. Эта система будет там с 2019 года практически единственным официальным источником предоставления информации. Это будет записано в правила предоставления субсидий, друзья, и неразмещение информации в ГИСе по тому перечню, который будет установлен в инстроем, будет рассматриваться как нарушение условий соглашения об использовании субсидии. Друзья, у нас просто уже другого выхода призвать вас к работе в системе, ну вот, к сожалению, не находится, да. То есть, поэтому, пожалуйста, обратите внимание еще раз на то, как у вас организована работа по размещению информации в ГИСе. Мы с 2019 года прекратим вот этот вот сбор титанический вот этой информации, которую вы нам присылаете сейчас в рамках нашей отчетности. Мы будем сами выгружать информацию в определенный период, ту информацию, которую вы разместите в ГИСе. И как Андрей Владимирович тоже говорил, вот, друзья, извините, что разместили, то разместили. Мы понимаем, что это также и на нас обязательства определенные возлагают с точки зрения организации там стабильного функционирования работы этой системы. В этой связи мы делали определенную аналитику, как вы работаете в системе, какие есть там вопросы. Мы вам эту аналитику в свое время там как бы направляли, да, чтобы вы обратили внимание, какие ошибки допускаются, что не так, над чем надо поработать. С учетом этого, мы уже прошедшего периода, да, с учетом полученной информации, мы в ближайшее время сделаем еще один такой срез, а что у нас изменилось в этой части, что не изменилось. Вот тоже вам эту информацию донесем, и тогда к вам тоже просьба в свою очередь все-таки сообщите нам в наш проектный офис, может быть, в тот чат, который у нас есть, да, по отчетности. Друзья, какие проблемы с работой ГИСа вы у себя сейчас наблюдаете, что сборит для того, чтобы у нас с вами до конца года была возможность вместе с оператором этой системы донастроить, доработать и максимально устранить вот эти вот недостатки работы этой системы. Имея в виду, что она станет как раз практически единственным эксклюзивным источником информации о реализации проекта, на базе которого мы будем делать оценку реализации проекта на вашей территории и исполнение вами обязательств по заключенным соглашениям. Может, про ГИС, значит, мы начали говорить про ГИС, и сразу появились вопросы субъеков в чате. Коллеги интересуются, вопрос про инвентаризацию и про ГИС. Скажите, результаты инвентаризации в ГИС вносим все или объекты нуждающиеся в благоустройстве? Коллеги, для того, чтобы понять, какие объекты у вас нуждаются в благоустройстве, вам нужно провести инвентаризацию всех объектов. По результатам этой инвентаризации вы будете понимать, что у вас нуждается в благоустройстве, что не нуждается. Поэтому вносите все в инвентаризацию. С галочкой нуждается в благоустройстве, если вы не нуждаете в благоустройстве. Наша задача с вами получить максимальную информацию об имеющихся у нас общественных пространствах. Если у вас по итогам инвентаризации вы делали вывод о том, что оно в нормальном состоянии, благоустройство на данный момент не нуждается, соответственно вы галочку о том, что оно нуждается в благоустройстве, не ставите. Но опять же, коллеги, мы с вами понимаем, что это состояние, естественно, оно же не всегда, но пространство и двор приходят в определенный упадок, поэтому, естественно, вы должны делать эту инвентаризацию периодически, и периодически проходить по тем пространствам, которые у вас на тот или иной момент не нуждались в благоустройстве, там актуализировать информацию на предмет того, что-то может быть необходимо в этом пространстве, как говорится, подправить, что-то там ухудшим. Поэтому вносим все объекты для тех, кто нуждается в благоустройстве, ставим соответствующую отметку в системе. Здесь еще был вопрос про нас проект. Где же, когда же мы разместим паспорт на проект? Ну, коллеги, в чате. Друзья, утром мы сегодня разместили в чате ЖКХ паспорт национального проекта «Жилье и городская среда», и он в течение дня будет размещен на сайте и Минстроя, и город среда. Более того, ваш адрес будет направлен официальным письмом. Ну, поверьте, в этом документе ничего нового по сравнению с тем, что мы вам уже говорили, по сравнению с тем, что есть в федеральном проекте. Вы не увидите, коллеги. Это констатация и фиксация тех решений, которые уже приняты были давно. Поэтому, ну, просто если может быть интересно, хотите убедиться в том, что он утвержден, здесь еще был вопрос от коллег, когда будут приведены уровень софинансирования в развитии по субъектам, коллеги, мы письмом 14 сентября направили по каждому субъекту, по городской среде, и там, что там, по аварийным жилю, в этом же песне было на, кому, сколько денег, сколько вешать в граммах, все, вся информация, информация, вся информация вам доведена, информация по уровню софинансирования рассчитана, исходя из рекомендаций Минфина. Я же, как бы, об этом еще раз возвращаюсь, сказала, что изначально мы вам информацию дали в августе, 15 августа, как это и было предписано графиком работы по национальным проектам, но потом, с учетом уточнения позиций Минфина о том, какие уровни софинансирования указывать, мы вам довели уточненные данные по объему средств, по каждому региону отдельно. Поэтому, друзья, убедительная просьба, пожалуйста, внутри региона коммуникацию выстраивайте корректную, чтобы люди, которые у вас отвечают за проект, они эту информацию вовремя доводили до тех, кого это касается. И более того, коллеги, ведь мы эту информацию дублируем также вам в чат, чтобы у вас она появлялась оперативно, чтобы вы не потеряли, не дай бог, это письмо. Поэтому просьба, вот, ну, плотнее внутри коммуницируйте. Ну, я не знаю, давайте, может быть, если такой вопрос есть, мы сегодня в чате еще раз разместим письмо от 14 сентября, да, письмо практически лично там. Коллеги, зафорили по ГИСУ, да, значит, по ГИСУ крайне неудобно вести мониторинг исполнения программ ВКС. Коллеги, подавать, наверное, я думаю, что по ГИСУ мы сейчас соберем все вопросы, которые есть, пройдем отдельный вебинар, но мы планировали делать отчеты именно для субъектов, чтобы субъекты в своем личном кабинете могли также выгружать, сделать аналитику отчетов и мониторить. Уже в развитии муниципалитетов, да. Пожалуйста, давайте проработаем еще раз вопрос, и если нужно, там, отчеты докрутим. Вопрос, просим изменить ГИС ЖКХ, требование подписанной отчетности до уровня министра, сейчас подписывать зампред. Коллеги, мы у нас в ГИСе стоят, подписывают отчеты те информации, кто у вас является ответственным за проект в регионе. Если у вас определено лицо ответственное за проект в регионе зампредсайзе правительства, спросите, мы не можем изменить уровень подписания этой отчетности. Друзья, ну и надо тоже понимать, да, для того, чтобы, ведь нам важно, и мы с вами это тоже понимаем по итогам реализации проекта, там, 17-го года, да, о том, что если высшее должностное лицо, или должностное лицо вот все-таки такого высокого уровня, как замруководители региона, реально вовлечен в проект и понимает, что там происходит, качество организации исполнения этого проекта существенно возрастает. Поэтому, скажу как бы честно и откровенно, для нас очень важно, чтобы высшие руководители были максимально вовлечены в этот проект. Здесь, ну, вопрос делегирования полномочий, друзья, это не выход из ситуации. Вы должны быть вовлечены в этот процесс лично, должны понимать, что происходит. Тем более, что этот проект сейчас выходит на уровень именно национального проекта во исполнении указа президента. Поэтому, друзья, я думаю, что мы останемся на позиции все-таки, что этот отчет должен подписывать именно то, как бы, должностное лицо, как бы достаточно высокого уровня, отвечающего за реализацию проекта в регионе. Только тогда мы с вами сможем получить нормальный, хороший результат. Что-то еще в диссуете? По инвентаризации уточняют, в соответствии с каким НПА установлен порядок инвентаризации в части инвентаризации индивидуального жилого правительства. В 169-м постановлении правительства очень смутно, коллеги. Вопрос по определению порядка инвентаризации ИЖС должен установить субъект Российской Федерации. В 169-м постановлении об этом прописано, потому что устанавливают в нормативном акте субъекта. Еще должны были это сделать в прошлом году? Еще в 17-м году, потому что инвентаризацию вы должны были проводить по тем правилам, которые сами для себя прописали. Мы специально не прописывали вам какие-то обязательные методики, требования к этому процессу, понимая, что у всех он может быть очень индивидуален. Но у нас в свое время были рекомендации по подготовке и проведению такой инвентаризации. Они размещены на сайте. Пожалуйста, поднимите их, освежите в памяти, посмотрите. При необходимости либо скорректируйте свои документы, либо если они у вас не были приняты, коллеги, примите эти документы. Это, извините, необходимый элемент реализации проекта. Кто-то по ГИСу... Тогда, Ленка, посмотрите еще. Коллеги, отвечу на короткий вопрос. Был такой вопрос, планируется ли сохранить отдельную субсидию на обустройство парков. Нет, коллеги, не планируется. Эти мероприятия сейчас объединены, начиная с 2019 года, в одну субсидию на софинансирование государственных муниципальных программ формирования современной городской среды. Поэтому благоустройство парков в малых городах вы будете заниматься в рамках этого общего проекта, общего мероприятия по реализации, по федеральному проекту. Да, смотрите, друзья, вот еще вопросы, связанные с условиями использования субсидии. Был такой технический вопрос о том, что если изменилась численность населения, если изменилась численность населения, то снизилась за... Вот, кстати, был вопрос, давайте я его прямо сочетаю. Республика Коми, если в муниципальном образовании численность населения снизилась за год, его необходимо исключить из проекта? Друзья, опять же, общий подход. Общий подход к тому, какие муниципальные образования у нас с вами являются получателями субсидий. Как я уже сказала, да, то есть этот перечень у нас с вами сохранится, по сути, неизменным в сравнению с тем, что есть сейчас. Добавится лишь еще одна обязательная категория получателей. Муниципальное образование, финалисты конкурсов по малым городам и историческим поселениям. Финалисты, но не победители. Вопрос включения того или иного муниципалитета в перечень получателей, который не в этом перечне обязательно содержится, это вопрос усмотрения региона. И в данном случае нет, еще раз повторяю, да, вот странно, что этот вопрос все время звучит, что вот этот вот тысяча, населенные пункты с населением тысячи и более человек, друзья, это не критерий для получения субсидий. Это критерий для того, для наличия в этом муниципальном образовании муниципальные программы формирования современной городской среды 18-22. Напомню, это критерий 2017 года. То есть все муниципалитеты, на территории которых есть населенные пункты, численные тысячи и более человек, должны были в 17-м году принять такие-то, ну и до марки 18-го, да, с учетом рейпингового, принять такие программы на своей территории и заниматься вопросами благоустройства. А уже предоставлять им средства субсидий или не предоставлять, это решает сам регион. И на этом основании исключать их из программы абсолютно не требуется. Это ваше решение. Точно так же речь идет о сельских населенных пунктах или сельских поселениях. Это тоже решение муниципалитета, ой, простите, региона. Давать мы к сельским поселениям субсидию или не давать. Никаких ограничений у нас в правилах субсидирования ни 17-го года, ни в действующих правилах. Нет на этот счет. Пожалуйста, вот, ну, как вы услышите это. Это ваше решение. Решение региона. Коллеги под Хабаровского края уточняют, вот, или какое-то отдельное письмо с Минстроя, там, что субсидия барху не будет. Коллеги, ну, мы же довели вам письмо 14 числа размеры субсидий. Там нету разбивки на две разных субсидий. Мы отдельно писать какие-то ничего не будет. Ну, мы считаем, это не нужно. Зачем? Если все, вот, у вас есть сейчас информация, какая субсидия будет вам предоставлена на какое мероприятие, все. Сейчас мы с вами озвучили, что субсидий на парке не будет, значит, вот, как бы, вам вывод. Да, были тоже вопросы по повышающим коэффициентам для расчета распределения субсидий. Ну, это были вопросы, там, традиционно, из Дальневосточного федерального округа, ну, и других еще регионов, тоже там, северных территорий. Друзья, пока никаких корректирующих с этой точки зрения, с точки зрения там, расположения на территории Российской Федерации коэффициентов мы вводить не планируем. И распределение субсидий сейчас проведено по тем правилам, которые уже прописаны в постановлении правительства 17.10. Так. Был еще момент, сейчас я смотрю, по финансовому участию граждан. У нас была в предложениях такая позиция о том, что финансирование дворовых территорий при использовании федеральной субсидии мы предлагали сделать только при обязательном финансовом участии граждан. И там предлагали размер, да, не менее там 20% у нас было как предложение. Как бы, кстати, спасибо, что у коллеги, в общем-то, в принципе, как подход о том, что финансирование дворовых территорий надо, конечно, делать с обязательным участием граждан, делать это как условие предоставления этих денег. Коллеги поддержали. Мы, как бы, тоже считаем, что это, наверное, более правильный путь. Вот с точки зрения процента, ну, честно скажу, были отмечены, что это, наверное, многовато, да, может быть. И было, кстати, хорошее предложение о том, что давайте мы попробуем такое поэтапное повышение этого минимального объема введем. Я думаю, что мы это поддержим. Спасибо за это предложение. Мы его как бы реализуем. То, что посмотрим, как бы, давайте там все вместе, с какого нам старта, с какого объема нам стартануть. Я думаю, что точно мы введем на федеральном уровне вот этот минимальный уровень финансирования, который вы должны будете предусмотреть в своих именно региональных актах. И при этом, коллеги, мы, наверное, в этом году поступим, ну, скажем так, более, что ли, вернее, с следующего года поступим более жестко, да, с точки зрения того, что все-таки запретим передавать решение этого вопроса на муниципальный уровень. Потому что, к сожалению, практика семнадцатого года показала, что когда этот вопрос регионы передавали на усмотрение муниципалитетов, многие муниципалитеты просто таких решений не принимали. Мы полагаем, что это, наверное, не очень правильно. Все-таки нужно вовлекать, ну, постепенно, объясняя людям, общаясь с ними, безусловно, разъясняя всю эту позицию. Ну, надо вовлекать граждан в благоустройство своих собственных творов, чтобы вообще-таки у них чувство того, что это их собственное, что они за это отвечают. И им с этим потом содержать и с этим жить, оно должно давать, его надо постепенно все-таки воспитывать. И, опять же, понимая, что нет такого объема денег в федеральном бюджете, да и в региональных, и в местных нигде такого объема нет, чтобы можно было благоустроить все пространство исключительно за счет бюджетных денег, это, конечно, нет. Поэтому работать с населением, особенно, прежде всего, вернее, по дворовым территориям, вовлекать их финансово в решение этой задачи необходимой. И такое условие будет сформулировано, но вот как бы насчет, знаете, нашла, да, Блиморский край предлагал вот эту вилку вести, спасибо коленам. Я думаю, что мы это сделаем. И минимальные уровни, они будут прописаны, как мы двигаемся к, там, в течение вот этого шестилетнего периода. Еще вопрос есть по поводу, опять-таки, финансового участия граждан, да, двор, состоящий с налогом КД, соглашается принимать участие финансирования, а двор, состоящий с пяти МКД, отказывается принимать участие. Ваши рекомендации, какой двор включить программу? Колени. Это то, о чем это, Оксана Николаев, необходимо. Во-первых, правила включения дворовых территорий в программах уделяются на уровне субъекта муниципалитета, и вы здесь устанавливать гребни на вопрос по финансовому участию. Если жителям из пяти квартир нужен благоустроенный двор, а если там сталь не нужен, то вопрос к собственникам. Поэтому, да, это, безусловно, понимаем прекрасно, что это непростая задача, что это как бы сложно, но, друзья, у нас с вами просто другого варианта нет. Иначе у нас с вами дворы останутся, первый вариант, неблагоустроенными, а второй вариант, даже если вы это благоустройство проведете в этом дворе, с учетом того, что людей вы в этот процесс не вовлекли, у вас от этого благоустройства, давайте будем реалистами, через год или через два ничего не останется, и вы потратите деньги впустую, не получив никакого результата реального. Поэтому вот это все надо учитывать, и это дело, тем более мы с вами в течение семнадцатого года, в течение восемнадцатого года этому учились и продолжаем учиться. Есть механизмы вовлечения, есть алгоритмы, есть практика серьезная по вовлечению, и это реальность, это не наши там сказки и придумки. Это реально, это то, что можно сделать. Да, может быть, не сразу все получится, но постепенно вы к этому приучите, вы простимулируете людей быть активными. И наш опыт общения и поездки в регионы, в муниципалитеты, общения с коллегами, которые занимаются этими вопросами, они, ну, как бы, наши слова в данном случае подтверждают. Потому что постепенно, понятно, что люди сразу вам не скажут, что давайте мы весь двор заставим площадку дорогую, поставим какое-то оборудование. Да, люди начинают с минимального, с малого, но потом у самих людей возникает вот это желание, инициатива сделать свой двор, не просто асфальт там сделать и бордюр поставить, а сделать действительно его уютным и красивым этот двор. И площадку поставить, и какое-то оборудование для детей, для лиц старшего поколения какие-то условия предусмотреть, это все приходит во время, как бы, вот этого процесса общения. Понимание о том, что это наш двор и нам в нем жить, оно приходит постепенно. И вот наша задача с вами, людей постепенно к этому приучать, увлекать, разъяснять, тратить на это свое время. Это наша с вами работа. Так, что-то у нас еще есть, я тогда пойду дальше по вопросам, которые были заранее. Так, по показателям мы уже говорили. Так, ну в общем-то, здесь уже все мы так вот прошли. Друзья, вот еще тоже в чат идут вопросы по конкурсу «Малые города и исторические поселения». Можно ли, может ли субъект предусмотреть в своем порядке перечисление средств поддержки в муниципалитет в иной форме? Субсидия, а не дотация? Нет, друзья, не может. Формат определен на уровне федеральном. Дотация, а мы вам даем дотацию, следовательно, ими как регион, муниципалитету должны отдать именно дотацию. Поменять вы неправильно. Здесь еще был вопрос от коллеги с Кабардино-Балтаиндустри. Вопрос по поводу соглашения по паркам, что будет с этими соглашениями, которые мы заключали. Мы будем перезаключать с вами соглашения в следующем году, и те соглашения, которые мы заключали по паркам Антригота, мы их будем признавать суперротившим силам и прекращением действия. Вопрос по Кабардино-Балкарии, коллеги, точнее, почему у них получилось меньше, коллеги, вы, пожалуйста, внимательно посмотрите свою табличку, ту табличку, которую вы направляли. Там есть съезды 2019 года и плюс съезды 2019 года с учетом дополнительных съезд. У вас сумма никак не может получиться меньше, чем с учетом тех сумм, которые были в соглашении по паркам. У вас сумма там больше, причем существенно больше. Посмотрите внимательно сами. Если продолжать, все вопросы по ВИСу, по стабильности и по совершенству. У меня, коллеги, мы эти вопросы смотрим, как сказала Александра Натальевна, по стабильности работы системы ВИСе. Это тоже остается... Мы ждем от вас действительно набора технических вопросов, которые сейчас возникают по работе с ВИСом. Мы тоже постоянно, поскольку сами в ней работаем, мониторим стабильность ее работы. Но нам надо еще и важно понимать, как она у вас работает. Поэтому длительная просьба, давайте за недельку соберем эти все вопросы, чтобы у нас была возможность, как я еще раз говорила, транслировать разработчикам, оператору системы, и чтобы мы могли до конца года... А это не быстрый процесс, друзья. Настройка такой большой системы, это не быстрый, к сожалению, процесс, чтобы мы могли с вами вот эти технические вещи донастроить и убрать. Все недочеты работы этой системы. Очень странный вопрос по словам Пучковой, 1-го сентября в отпуске. Вашу дотацию мы сможем свободно трансформировать в субсидию. Друзья, давайте не будем комментировать. Я не знаю, кто как понял. Я вам говорю о том, что... Мы вам официально говорим о том, что если дотацию, субсидию на региональном уровне трансформировать нельзя по конкурсу. Именно мы специально выбирали именно такую форму предоставления этой поддержки, понимая, что для того, чтобы вам не дожидаясь и не быть зажатыми вот в эти рамки, которые диктует нам формат субсидий, рамки по сроку, рамки по объекту, по перечню мероприятий. Именно поэтому была избрана форма дотации. Поэтому вы на своем уровне ее менять на субсидию не вправе. Вопрос о том, что там вначале был вопрос по потопу, можно ли следствие экономии направлять на установку камер. Коллеги, мы уже тоже... Нет. Речь шла о следующем, друзья, и мы обратим внимание тоже на вас. Сама по себе установка камер – это, безусловно, не мероприятие по благоустройству. Давайте так. Поэтому у вас эти мероприятия, друзья, должны быть встроены в благоустройство конкретного общественного пространства. В данном случае. То есть если у вас это встроено, это элемент перечня вашего мероприятия, то естественно, когда вы благоустраиваете парк или какую-то общественную территорию, важно обеспечить безопасность этой территории для граждан. И, конечно, установка камер – это один из элементов обеспечения такой безопасности. Но, пожалуйста, если вы в программе напишите просто как мероприятие «установка камер», навряд ли контрольно-надорные органы вам примут такое мероприятие, как надлежащее, как относящееся к предмету вашей программы. Поэтому, пожалуйста, встраивайте это мероприятие в мероприятие по благоустройству конкретной общественной территории. Старайтесь либо в своих программах, например, предусматривайте перечень мероприятий, что при проведении благоустройства общественной территории реализуется такой-то набор мероприятий. Раз, два, три, четыре, в том числе установка камер. Сюда же можно прописать тему и того же самого строительного контроля, который у нас часто возникает. Просто сделайте как бы такую общую отсылку в программе о том, что за мероприятия, как в обязательном порядке, которые должны происходить при благоустройстве общественной территории. И тогда у вас будет четкое указание в программе, это будет ваш подход к благоустройству общественной территории, и в этой части к вам вопросов быть не может. Потому что вы это изначально сказали. Когда вы будете формировать уже конкретный набор мероприятий по конкретному общественному пространству, вы совершенно спокойно, обоснованно включите в него мероприятия, например, по установке тех же самых камер, видеонаблюдения. А не просто в отрыве, что давайте мы будем камеры в рамках программы благоустройства ставить. Продолжаются вопросы по конкурсу. Должны ли мы дотацию отдавать субъектовые деньги в муниципалитеты и дотации? И возможно ли... Субъектовые? Нет. Субъектовые это ваши. Друзья, если у вас в рамках проекта победителя было предусмотрено региональное финансирование, то есть вы планировали этот проект тоже софинансировали своего бюджета, форму, по которой вы эти деньги даете, вы определяете самостоятельно. Вот здесь как раз может быть субсидия, любая другая форма, которую вы в данном случае для себя приемлемой посчитаете. Федеральные деньги вы должны отдать как дотацию. Свои деньги вы отдаёте по той форме, по которой для себя определяете сами. Вопрос. Возможно ли сильно изменение в графике? Почему? Вчера с вами долго разговаривали. Да, друзья. Значит, во-первых, был вопрос у нас на конференции, кстати, которая состоялась в Выкисле, Нижегородской области, по малым городам, историческим поселениям. Там возникал вопрос о том, что в соглашениях с Минфином был пункт о необходимости разработки проекта и смертной документации до конца года. Друзья, как я и обещала, с Минфином мы этот вопрос отработали, этого пункта не будет, потому что, по сути, все наши основные реперные точки, этапы реализации этого проекта определены прежде всего в графике. Но, друзья, это не повод, извините, расслабляться и думать, что мы сейчас уйдем с вами в какие-то непонятные сроки по подготовке этой документации и по выполнению работ. Скажу, как бы, общий тезис о том, что корректировка сроков, она возможна, но, уважаемые друзья, мы это будем делать индивидуально по каждому проекту. И прежде чем корректировать срок и вносить изменения в график, мы с вами очень внимательно посмотрим, побеседуем, а что стало причиной необходимости внесения этих изменений. И, друзья, понравится, не понравится, сразу скажу. Тема о том, что у нас не было денег или до сих пор их нет, это не причина. Потому что мы с вами еще раньше говорили и сразу мы вас как бы предупреждали и призывали, это я сейчас прежде всего к регионалам обращаюсь, о том, что, уважаемые друзья. Увидительная просьба, не дожидаясь поступления к вам в федеральной части по проекту, пожалуйста, сделайте так, помогите муниципалитетам, чтобы они уже начали, приступили к реализации проекта. Начали торги на разработку проектной документации, сметной, у кого как, какая была ситуация. Потому что мы тоже понимали, что это первый год конкурса. У нас не было до конца понимания, как что пойдет, какой будет механизм. И то, что мы специально предусмотрели такую форму, как дотация, чтобы она была максимально удобна потом для вас и комфортна, мы как раз это в том числе и по этой причине. Поэтому, уважаемые друзья, мы будем, ну, есть возможность корректировать графики, но корректировка будет происходить только в том случае, если действительно вы представите объективные причины того, что вы не смогли в те сроки, которые ранее нам же согласовали, выполнить те мероприятия, которые запланированы в графике. Будем смотреть по каждому проекту индивидуально. Каждый проект находится у нас на контроле. Как вы знаете, занимается этим проектный офис Олег Заря и его команда. Поэтому вот здесь, друзья, просьба, как говорится, не обижаться. И действительно, там, для нас сейчас важно не только провести конкурс, да, а теперь для нас всем, для нас всех важно, чтобы те проекты, которые стали победителем, они действительно были реализованы. Реализованы установлены срок безусловным качеством, чтобы мы могли все вместе с вами предъявить это и руководству страны, показав, что действительно те решения, которые были в свое время приняты на уровне президента, о том, что необходимо отдельно поддерживать малые города, исторические поселения вот такими специальными, федеральными, очень существенными грантами, что это решение были приняты не зря, что они сработали. Так что, опять же, я скажу, да, в рамках национального проекта мы такой конкурс будем проводить в течение шести лет. Ну, в паспорте это написано, и в течение шести лет на него будет выделяться по пять миллиардов рублей. Нам ни в коем случае нельзя дискредитировать эту идею вот таким нашим, может быть, очень эффективным организацией, процессом. Поэтому давайте как бы все вместе к этому очень ответственно относиться. Оксана, здесь очень такой странный вопрос. Подскажите ему ли официальное письмо в одном субъекте об обязательной форме победителям конкурса или дотации? Наш Минфин против. Друзья, если есть такая тема и ваши финнорганы, скажем так, высказывают иную позицию, конечно, давайте мы такое письмо всем направим. Ну, то есть, если появилось разночтение на уровне региональном, мы такое письмо в субъекты отправим. При этом форма дотации рассмотрена как 230-м постановлением, так и распоряжением правительства, в соответствии с которым доводится средство федерального бюджета победителям конкурса. Мы, к сожалению, здесь форму поменять не сможем. Ну, к сожалению, мы, в общем-то, не хотим ли мы, так что, откровенно говоря. Если письмо нужно, то... Если такое письмо нужно, коллеги, сделаем такое письмо, чтобы у вас была поддержка в этой части. И соглашение с Минфином Российской Федерации будет заключательным на дотацию. Да. Очень нужно пишите. Нужно сделаем, друзья. Ну, коллеги, какие-то еще у нас есть вопросы? Вот мы так сейчас смотрим по чатику. То, что мы вам хотели сказать, вроде бы, друзья, есть какие-то дополнения? Что еще? Уже как меняется, я пишу по поводу того, что дотации у нас нецелевые, применить санкции будет невозможно. Ровно то же самое. Коллеги, ровно то же самое по отношению к региону. Поэтому, то есть вы хотите так, то есть мы к вам, как к региону, никакие меры применить не сможем, как вы сами говорите, а вы, значит, хотите по отношению к муниципалитетам поменять эту форму и делать как бы по-другому. Ну, наверное, это не очень правильно. Имея в виду, что в данном случае все-таки вы все вместе за проект ответственные. Так, Олег, если хотите, если вы предлагаете, мы можем поменять на федеральном уровне эту дотацию на субсидию, но, пожалуйста, друзья, задумайтесь тогда на региональном уровне, потому что отвечать будете вы прежде всего перед федеральным центром за эту субсидию. Так, Олег, то есть по соглашению, которое будет заключаться с Минфином Российской Федерации, кроме того, что Минфин Российской Федерации направляет средства дотаться, тем не менее Минфин России по действительному постановлению осуществляет контроль за реализацией проекта. Контроль осуществляется в соответствии с графиками, которые мы с вами подписали. Поэтому осуществление контроля за этими средствами, за реализацией проекта, оно будет осуществляться с нашей стороны в отношении вас. Я думаю, что это также вам необходимо осуществлять этот контроль в отношении муниципальных образований, на территории которых будут реализовываться проекты. Конечно, выстраивайте эту систему в другом... В конце концов, друзья, вот даже по дотации, ну вот извините меня, можно наказать очень простым способом. Вы просто на тот объем дотации, который даете в следующем году, вы, если видите о том, что муниципалитет не выполняет обязательства, взятые на себя, вы просто уменьшаете ему объем дотации ровно на тот объем, который вы ему передали в рамках конкурса. Вот вам мера ответственности. И убеждены, мы проговорим с коллегами из Минфина на региональном уровне делать ровно то же самое. И внести соответствующие изменения в методику. Вам просто уменьшат тот объем дотации, на который вы рассчитывали в следующем году. Вы его просто не получите, если вы не выполните взятые на себя обязательства. Это не говоря уже, извините, об имиджевых потерях, которые вы понесете как регион, как муниципалитет, в случае, если не будет обеспечена реализация проекта. Мне кажется, что в данном случае для губернатора, для руководителя, субъекта, прогримера сначала в таком конкурсе с таким положительным эффектом, потом в конце не выполнить взятые на себя обязательства и не сделать проект, я думаю, что с точки зрения даже губернатора, эта потеря будет гораздо ощутимее, чем просто потеря денег, которые вам Минфин не додаст, например, в рамках датирования вас как региона. Поэтому, друзья, давайте, опять же, призываю все вместе, это очень важный проект, очень такой имиджевый, очень социально ответственный, потому что мы очень много людям рассказали об этом, рассказали о том, какие проекты мы будем делать, что мы будем делать, мы это с ними обсудили, и если вот мы не справимся, будет очень нехорошо. Вопрос от Ленинградской области. Возможно ли перераспределение с КЕС в размере 50 миллионов рублей предусмотренного бюджета Ленинградской области, на реализацию мероприятий в обустройстве в 2019 году в рамках программы на реализацию проекта победителя всероссийского конкурса по выбору? Друзья, по Ленинградской области, если честно говоря, не очень поняли вопрос, либо тогда в телефон наберите, мы прокомментируем. Просто, честно, не поняли текст вопроса. Я просто еще раз напомню, что у нас проекты, которые стали победителями, это, кстати, к вопросу актуализации программ, проекты, которые стали победителями конкурса, они должны быть включены в программы соответствующие, в муниципальные программы формирования современной городской среды. То есть я напомню, что это условия использования гранта. Поэтому, во-первых, не забудьте тоже эти проекты включить в программы в рамках актуализации, а вот с точки зрения права перераспределения, честно, не поняли вопрос. Наберите просто тогда, давайте в телефоне, мы это проговорим. Очень еще повторный вопрос от Ростова. В рамках проекта субсидий на благоустройство дворовых территорий предоставляется в виде субсидий на возмещение затрат. В данном случае субсидия предоставляете после оплаты работ, выполненных подрядчиком. В случае ТСЖ годовая собираемость средств может составлять не больше 300 тысяч рублей в год. С учетом опыта других субъектов подскажите возможные варианты предоставления субсидиями на процедуру возмещения затрат. Друзья, насколько мы понимаем, что на самом деле процедура, по какой форме вы предоставляете субсидию юридическим лицам, вы определяете это самостоятельно. Вы определяете это самостоятельно, и кто-то идет по пути возмещения, поэтому пути идут объективно практически все, потому что это гарантировано, что деньги, которые вы отдаете, они уже изначально направлены именно на те цели, на тот объект, который вам нужно благоустроить. Потому что отдавая, грубо говоря, деньги авансам, вы должны понимать, и у вас должна быть выстроена, понимать риски, что это будет не выполнено, а будет выполнено или там нарушением установленных вами же требований. Поэтому, конечно, друзья, вы с точки зрения бюджетного законодательства теоретически такую процедуру можете предусмотреть. Вопрос, как к этому отнесутся, как вы при этом нивелируете риски потери этих денег, потому что вам надо будет сразу выстраивать систему такого промежуточного контроля жесткого о том, как используются эти деньги. Начались ли работы, ведутся они с надежавшим качеством, делается ли вообще то, о чем как бы договаривались. То есть вы сразу оцените эти все последствия. То есть и у вас, если вы отдаете по этой схеме, у вас априори должна быть схема выстроенной контроля, очень жесткая. И вы должны быть готовыми ответить на эти вопросы контрольно-надорным органам своим, и счетным палатам, и прокуратуре о том, что как вы отдаёте федеральные деньги, вот под такой достаточно лайповый вариант. Поэтому тема «Возможно» – оцените риски для себя, насколько вы способны будете потом это все проконтролировать именно в предварительном, в превентивном порядке. Не по факту уже, а в превентивном порядке. Потому что потом возвращать эти деньги будет, очевидно, очень тяжело. Практически, наверное, будет невозможно взыскать обратно эти средства, если вы выясните, что они были истрачены нарушением, или вообще не на те цели были направлены. Возможно ли направление в съезд федеральной субсидии на разработку проектной документации богоустройства общественной территории? Друзья, еще раз, есть один общий подход, принцип того, на что могут быть направлены средства, предоставляемые в рамках субсидии. Я уже об этом говорила на примере строительного контроля, на примере установки камер. Конечно, это возможно, потому что, опять же, мы полагаем, что тема строительного контроля, она очень важна. Потому что строительный контроль – это один из инструментов обеспечения качества проводительных работ. Поэтому, конечно, такие мероприятия надо предусматривать. И предусматривать именно в перечне мероприятий, в общем перечне мероприятий, которые вы делаете, и которые вы фиксируете в своих правилах субсидирования, и потом уже, когда вы описываете мероприятия, применительно конкретному общественному пространству. Но здесь тоже нужно все соотносить разумно. То же, как на примере камер. Сами по себе камеры ставить – это неблагоустроение. Точно так же, как строительный контроль. Чтобы не получилось так, что, извините, у вас установка лавочек или там устройство газона будет подвержено строительному контролю. То есть строительному контролю все-таки необходимо тратить деньги на эти мероприятия именно в отношении объектов капстроя, которые в силу процедуры, специфики выполнения работ требуют такого контроля. Ну вот у нас там было на примере, понятно, укладка асфальта, обустройство вот этих проездов. Это, безусловно, работа или там установка освещения, это работы, связанные с капстроем, они, конечно, должны контролировать. То есть нужны специальные знания, чтобы обеспечить качество, надлежащее этих работ, допустить нарушения. Поэтому здесь тоже относитесь к этому внимательнее. Мы планируем по итогам, вот у нас прошли уже проверки федерального казначейства, да, многие субъекты тоже это прошли. Вчера поседание коллегии федерального казначейства состоялось по итогам этих проверок. Мы вместе с коллегами из федерального казначейства тоже все как бы посмотрели, проанализировали и планируем по итогам вот этого заседания, анализа, вам сделать такое, ну некое информационно-методическое письмо, где мы обратим внимание, ну там, без персонали, как говорится, обратим внимание на те ошибки, которые были выявлены коллегами, нашими коллегами в ходе проведения проверок и систематизируем, чтобы вы тоже их видели и у себя их не допускали и дадим некое свое там понимание, видение, как этих ошибок избежать, на наш взгляд. Сделаем такое как бы письмо, ваш адрес, чтобы вам было тоже проще или как-то, ну, ориентироваться и планировать свою работу тем, чтобы максимально не допускать нарушений, там, в превентивном порядке на это реагировать. Если вы пропустите, то есть участие граждан, уточняя дополнительный перечень. Друзья, когда мы говорим о финансовом участии граждан, вот есть уточняющие вопросы, речь идет о дополнительном перечне или о минимальном. Мы в данном случае ведем речь о минимальном прежде всего. То есть, коллеги, я напомню, что вообще дополнительный перечень у нас вообще должен быть с обязательным участием граждан, либо трудовым, либо финансовым, да, помните, у нас такое условие было. А вот начиная с 2019 года, мы все-таки полагаем, что и в рамках минимального перечня граждан надо привлекать к финансовому участию. Вот как бы размер этого участия, да, наверное, мы над этим еще подумаем, пообсуждаем, как он должен быть. Но и в рамках минимального перечня тоже надо привлекать. И, ну, в общем, как бы более системно к этому подходить и все-таки наставить на этом. Опять же, рассказывая об этом людям, не волевые решения принимать, а рассказывать и разъяснять, почему так надо, почему так необходимо делать. Так, ну, что у нас было? Вроде бы больше нет вопросов, коллеги, да? Друзья, ну, в общем, смотрим по чату, вроде бы как больше таких новых вопросов у нас нет по части реализации проекта, поэтому давайте так, наверное, будем завершать. Спасибо еще раз всем за участие, за активную позицию. Я думаю, что, безусловно, тему вебинаров мы продолжим, с учетом того, что мы с вами вступаем в такую уже активную фазу и подготовки к новому федеральному проекту. Ну, к новому, по сути, мы с вами продолжаем реализацию нашего проекта, который мы начали в семнадцатом году, и в этом плане нам очень с вами всем повезло, потому что у нас идет последовательная реализация проекта. Да, есть уточнение, но это неизбежно, потому что уточнены и поставлены новые задачи на самом высшем уровне, поэтому двигаемся с вами дальше. Вебинары будем проводить тоже дальше, но это будет зависеть, конечно, от того, какие вопросы у вас возникают, есть ли эти вопросы. Вот мы сейчас сделаем все то, о чем сегодня сказали, да, поагисуем аналитику дадим, сформулируем аналитику по итогу проведенных проверок информацию, вам эту донесем, по методике индекса пообщаемся, поработаем. То есть вот я как минимум, да, вот эти ближайшие темы наших с вами обсуждений я вам обозначила. А так, в принципе, всегда на связи, готовы к вашим вопросам, поэтому давайте всем еще раз большое спасибо за активность, всем удачи, до свидания. Оксана, может, еще вопрос-таки последний по поводу, будет ли размещена видеозапись, да, коллеги? Мы же все видеозаписи всегда размещаем, я думаю, что завтра на сайте города Среда видеозапись вебинара будет размещена. Спасибо всем большое. Спасибо еще раз всем большое. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok